4 процента роста экономического это достаточно неожиданно для Грузии было и в Армении тоже самое происходит. То есть там мультипликативный эффект большой конечно от ситуации на Украине, то есть в Польше Грузии на самом деле, в плане экономики. Ну и действительно, что санкции пойдем в России, здесь какие-то движения какие-то есть, я не знаю, но по крайней мере здесь, как кажется, соотношения в плане Грузии и России как раз такие больше похожи на взаимопонимание, чем на что-то другое. Были попытки втянуть даже Грузию, как бы в фронт припомните, но резко выступило руководство Грузии. Действительно, позиция более-менее напоминает такую прагматичную, насколько может быть для Грузии, прагматичную. Вот для Абхазии, мне кажется, конечно нужно всегда наблюдать ситуацию, но вот немедленная угроза какой-то, с какой-либо стороны, мне кажется, пока нет. Смены внешнего вектора в Грузии нет. Как нет и повода думать, что Россия в обмен на принятый в Грузии закон навяжет Абхазии конфедеративную модель в составе этого государства, убеждены эксперты. Россия держит свои обязательства по договорам оказывать социально-экономическую помощь и не будет кулуарно решать судьбу Абхазии. Были просто вбросы такие, когда якобы встреча Геевольского с каким-то бизнесменом, все эти вещи, может быть, действительно зондируют общественное мнение, но оно у нас достаточно монолитное, мне кажется, достаточно определенное, что Абхазия – независимое государство. Но я не думаю, что кто-либо будет за нашей спиной и решает нашу судьбу, в общем-то. У нас очень прочные отношения с Россией по всем параметрам, в том числе в области безопасности, поэтому все это ломать, кому это нужно. Я думаю, что, в общем-то, ситуация более-менее стабильная и более-менее предсказуемая, но, конечно, нюансы появляются, нужно их наблюдать, реагировать вовремя. Но пока это все-таки больше такой зондаш, не знаю чей, грузинский, может, я не знаю, зондаш мнения в Абхазии, в Южной Осетии, но уже были заявления по этому поводу и Абхазского МИДа, и в Гластинском МИДа о том, что обратных путей нет и Абхазия, Южной Осетии – независимое государство. Поэтому здесь вот я не вижу больших каких-то драматических изменений, ну, риторика есть, какие-то там вбросы бывают, но это вот… И раньше это все было, так что мы это видели и до признания Абхазию в 20-м году. Я не думаю, что это России выгодно в какой-то степени, потому что у нас в России великолепное отношение… Понимаете, мы же в России не просто среди партнеров, но мы соседи. У нас граница общая, очень длинная. Вот Северный Кавказ, вот здесь. И поэтому на что менять, да, а если в Грузии изменится политика опять, и что? То есть я думаю, что это нереально, что Россия изменится в Абхазии. Нюансы могут меняться, конечно же, но пока, вот пока, средние перспективы, я думаю, ничего не изменится серьезно.